Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Футбольная дипломатия вернулась к своей деятельности. Открывается туннель Перинкая-Лар, соединяющий Западную Армению с Кавказом. Миссия ЮНЕСКО в Арцахе и его окрестностях. Ответ Азербайджана задерживается. Байден подписал закон о привлечении к ответственности Азербайджан и Турцию. Провинция Шапинь-Карахисар Западной Армении. Шумеры и армяне, что общего у древних народов. Зимние сюрпризы в Западной Армении. Так называемая футбольная дипломатия никогда не прекращалась. Даже после Второй Арцахской войны Эрдоган и Алиев полагаются на Пашиняна в продолжении раздела Западной Армении и нарушения прав армян. Об этом свидетельствует просьба Эрдогана к Пашиняну письменно подтвердить предъявленные Еревану требования по разработке дорожной карты до мая 2022 года. Эти требования заключаются в следующем – отказ от претензий к Западной Армении и смена позиций в оценке событий 1915 года, статья полностью доступна на нашем сайте. Сегодня в Западной Армении состоится торжественная церемония открытия тоннеля Перин-Калаяр. Совершено строительство 2246-метрового туннеля на шоссе Карин-Ардвин, широко известного как «дорога смерти», являющегося причиной многочисленных аварий. По сообщению Министерства транспорта и инфраструктуры, туннель был построен для обеспечения безопасной и быстрой транспортировки в суровых зимних условиях. В то же время туннель будет способствовать социально-экономическому развитию региона, обеспечивая циркуляцию внутреннего и внешнего туризма. Париж, 21 декабря. Отчет о ходе работы. В своем пресс-релизе 20 ноября ЮНЕСКО напомнило о своей приверженности защите культурных ценностей в соответствии с Конвенцией 1954 года, о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, участниками которой являются Армения и Азербайджан. Таким образом, организация предложила провести независимую экспертную миссию на месте для составления предварительной инвентаризации наиболее важных культурных ценностей в качестве предварительного условия для эффективной защиты наследия региона. Статья полностью доступна на нашем сайте. Президент США подписал закон о привлечении к ответственности Азербайджан и Турцию. Об этом сообщил на своей странице в Твиттер член Палаты представителей США Фрэнк Полоне. Закон о национальной обороне, подписанный вчера президентом Байденом, содержит важное положение, направленное на привлечение Азербайджана и Турцию к ответственности за их военные преступления в Арцахе. Я позабочусь о том, чтобы требуемые отчеты были точными при документировании преступлений, написал Полоне. Шапин-Карахисар – провинция в Западной Армении, в Вилаете-Себастье. Центром был город Шапин-Карахисар. В начале XIX века армянское население Шапина-Карахисара составляло около 400 домов. Греков и турков было почти столько же. В 1872 по 1873 года здесь проживало 502 домов армян, 150 домов греков и 250 домов турок. Согласно свидетельствам, в начале XX века население Шапин-Карахисар составляло 20 тысяч человек. Основными занятиями населения были до двух десятков ремесел. Внутренней и внешней торговле на городском рынке было более 60 магазинов и киосков. Большая часть населения города, в основном турки, занимались сельским хозяйством. Сейчас в городе проживает 12 тысяч человек. Армянские ученые довольно активно изучают наследие шумерской цивилизации и ее связь с Древней Арменией и часто делают довольно интересные открытия. Следует отметить, что происхождение около 70% слов в армянском языке до сих пор неизвестны. Шумерский знаток Армен Давтям выяснил, что некоторые из тех слов, которые наука считала индоевропейскими, мы находим в шумерском языке. Согласно лингвистическим и хронологическим исследованиям, доармянский язык возник в 7300 году до нашей эры на территории, прилегающей к Армянскому Нагорю и Западной Армении. Этот год очень близок данным. Генетика Вани фиксирует существование армянского генотипа 8 тысяч лет назад, то есть до нашей эры около 6 тысяч лет. Статья полностью доступна на нашем сайте. Зима Западной Армении не только суровая, но и создает очень красивые сцены, которые надолго остаются в памяти людей. Там все покрыто слоем белого снега, вызывающего восхищение у посетителей туристов. Помимо множества природных красот, мы можем увидеть неповторимые виды острова Ахтамар на озере Ван и уникальный вид церкви Святого Креста. Еще одно удивительное зрелище было создано на озере Чильдыр в провинции Карс, поверхность которого была покрыта 20-сантиметровым льдом. Здесь на поверхности замерзшего озера местные иностранные туристы хорошо проводят время, катаясь на санях. К этому стоит добавить, что из-за погоды минус 27 градусов, озера, водопады и некоторые участки автомагистрали в разных частях Западной Армении замерзли. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.